МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О-о-о-о! Как же больно! Что с тобой случилось, Максим? Я вчера решил покататься на лыжах. И первый раз встал на лыжню после школы. Теперь чувствую те мышцы, существование которых даже не подозревал. Значит, теперь ты не скоро второй раз встанешь на лыжах. Правильно я понимаю? Наоборот, я теперь хочу поговорить что-нибудь посерьезнее. Например, пойду на лыжах по самарской луке. Вот только ноги перестанут болеть. Доброе утро, губерния! В студии неутомимый лыжник Максим Полагнюк. И любительница пеших прогулок Саша Байдачная. Тебе, кстати, тоже можно было покататься. Но я понимаю, что тебя не уговорить пойти на лыжах за Волгу. Ни за что. Я лучше просто буду гулять, фотографировать природу. Вдруг какая-нибудь белочка попадется или заяц. На лыжах ты пролетишь мимо и даже не заметишь. За зайцами, волчатами и белочками лучше как раз пойти в парк. Они привычные для фото специально позируют. Ну а мы спросим у жителей губернии, каким должен быть идеальный зоопарк. И живет животное в нем. На самом деле без животных, потому что я знаю, что там очень плохие условия содержания зверей. И вот. Я знаю одного старого медведя, там очень грустный. У него одна порванная шина, и он грустно живет. Я бы хотела, чтобы, наверное, его там не держали. Или дали бы прожить более спокойно. Хотелось бы, чтобы животные к ним относились по-хорошему. То есть они как-то издевались над ними, чтобы они чувствовали себя вполне хорошо. Насколько я слышал, то, что сейчас законодательство РФ, оно приняло закон, по-моему, то, что зоопарки будут работать только с лицензией. Вот. И это, в принципе, правильное решение, потому что очень много количества зоопарков, которые не имеют никакие спецификации. И, соответственно, как бы, ну, не следят так, как нужно за животные. Зоопарк ухоженным – это однозначно, чтобы звери были сыты, довольны и ленивы. Вы знаете, я бы вообще не хотела видеть зоопарк. А у нас он есть разве? Ну, ничего себе. Как мало я знаю о своем городе, ну, наверное, профинансированном. Повольше животных разных. Если бы в нем можно было бы зайти, купить билеты, посмотреть на зверей, это было бы замечательно, я считаю. Друзья, снова желаем вам доброго утра. И продолжаем наш эфир. У нас в гостях персональный стилист Екатерина Беляева. Доброе утро. Доброе утро. После Нового года многие решили обновить свой гардероб. Давайте разбираться, с чего начинать, какие вопросы себе нужно задать. Вообще отличный вопрос. Вот как бы это ни было странно, начинать покупки надо с разбора гардероба, с разбора того, что есть. Каждую вещь в своем гардеробе надо непредвзятым просто взглядом, как чужой человек, посмотреть и оценить по нескольким параметрам. Возможно, эта вещь уже отслужила. Возможно, появились какие-то катышки, потертости, растянутые рукавчики, которые вообще никак не украшают, очень портят впечатление. И, конечно, такие вещи надо отдавать либо в переработку, в приюты для животных, в качестве подстилки, если это подходящий материал. Если у этой вещи неактуальный крой, фасон, то тоже стоит задуматься, действительно ли она вам так дорога, и стоит ли ее оставлять в своем гардеробе. Также надо оценить, насколько часто вы эту вещь вообще носите. Возможно, она превосходна по всем параметрам. Она модная, она со всем сочетается, но у вас нет случая ее выгулить. Например, ваш образ жизни подразумевает дом-работу, работа-дом, а у вас экстраординарное платье вечернее, которое вам просто некуда выгулить. И такие вещи тоже лучше пристраивать. Жалко, жалко. Очень жалко. Что же мне делать? Ну, пристраивать очень много продают одежды, хорошая одежда, которая просто уже человеку не подходит. Есть специальные чаты, где друг другу вот так за какую-то небольшую символическую плату передают вполне хорошие вещи, которые новому владельцу могут служить еще очень долго. И с большой пользой. После того, как разобрали гардероб, отложили то, что вам не нужно, из того, что у вас осталось, вы начинаете составлять комплекты. В первую очередь вы оцениваете свой образ жизни. Опять же, куда вы ходите. Работа, прогулка с ребенком, кино, театр. Может быть, у вас более активные какие-то увлечения и больше, допустим, нужна спортивная одежда. То есть на каждой из таких деятельностей должна быть своя капсула. То есть это круг вещей, которые друг друга дополняют и друг с другом сочетаются. Одна и та же вещь может служить, на самом деле, в нескольких капсулах. И это тогда вообще просто... Я обожаю такие вещи, которые максимально отрабатывают свою стоимость, стоимость своего производства. Мне всегда, в первую очередь, я задумываюсь о том, сколько мы потребляем того, что могли бы не потреблять. Поэтому вот это вот разумное потребление, оно, конечно, в моде очень важно. Капсула – это какой-то новый термин? Нет, Максим, капсула – это базовый термин, мы его много раз разбирали. Поясним еще раз Максиму. Нет, я понял, что капсула, просто первый раз услышал. Хорошо, мы разобрались, мы поняли, что нам не хватает. Что же надо покупать-то? Какие, может быть, тренды у нас новые? Спрашиваем у всех наших специалистов по стилю. После того, как вы разобрали гардероб, составили список покупок, то есть то, чего вам не хватает для каждого из ваших направлений, для каждой из ваших капсул. Вот, видишь, Саша. Блесну. После этого мы смотрим, чем можно дополнить. На мой взгляд, идеальный вариант, когда вещи – долгая база. Вещи в гардеробе являются долгой базой. То есть это те вещи, которые мы можем носить 5-10 лет, и у них фасон, по сути, не меняется. Там материалы примерно такие. В среду в Самарской области будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем минус 5, минус 10 градусов, ночью минус 10, минус 15. Ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами на дорогах гололедится. На севере и западе в дневное время минус 13, минус 15, на востоке и юге – 13-16 градусов мороза. Погода в Самаре ожидается пасмурная. Днем минус 8, минус 10 градусов, ночью минус 8-9. Атмосферное давление в пределах нормы – 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 86-93%. Мы продолжаем общаться с персональным стилистом Екатериной Беляевой. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Выясняем, как же обновить свой гардероб. Разобрали. Выбрали базовые вещи. Поняли, что нам идет. Что же все-таки нам сейчас покупать, приобретать? Какие-то тренды появились сейчас на рынке. Цвета, фасона. Безусловно. Считаем, что база у нас уже есть. И очень здорово, когда процентов 10-15 от гардероба – это трендовые вещи. Как раз то, что оживляет наши образы и делает их очень современными. И поэтому стоит следить за тенденциями и выбирать то, что вам подходит из всего многообразия трендов. И этим свой гардероб добавлять ему изюминку, украшать. Сейчас из таких вот ярких трендов – это возврат двухтысячные, это пайетки, блестки, это блеск во всех проявлениях. Даже в обычной жизни. Даже в обычной жизни. Здесь, конечно, нужно соответствующим образом стилизовать. Например, юбка в пайетках, она сейчас отлично сочетается с просто гладким джемпером однотонным. И вот этот вот образ, он уже подойдет и для похода в кино, в кафе, там, летом, не летом, весной и осенью, там, на прогулку, допустим, по набережной. Конечно, не совсем офисный лук, но если позволяет дресс-код, то тоже можно. То же самое, блестящий топ, он может сочетаться с классическим костюмом, и это тоже вполне себе повседневный образ. А по мужчинам? Давайте хоть пару, хоть один раз ради разнообразия. Блестящую рубашку можно одевать или что там может быть? Ну, в мужской моде блеск не так актуален. Это все-таки более сдержанные цвета, более сдержанные фактуры. Пожалуй, стоит отметить вот светлые цвета, которые продолжают в мужские гардеробы пребывать и радовать наши глаза. Это пастельные оттенки, это тот же трендовый цвет года, Very Perry. Very Perry. Это какой? Фиолетовый, синий, красный, скажешь? Это синий с добавлением красно-фиолетового. То есть, на мой взгляд, он такой более сиреневый, он очень нежный, красивый, он символизирует движение, инновации, развитие, любознательность. И он такой перспективный, вот на этот год он задает движение. Вот все записали, Very Perry. А как вообще выбирает цвет года, от чего это зависит, кто этим занимается? Кто-то, как говорят, нулевой пациент, кто самый первый решает, что так Very Perry рулит. В мире есть несколько институтов цвета, которые занимаются исследованиями и составляют свои модные таблицы, модные прогнозы. Самый знаменитый институт цвета – это Pantone, и, собственно, на него мы в основном и ориентируемся. Но существуют также свои процессы в этой индустрии, когда цвета, которые представлены этими институтами, специалистами на предварительных просмотрах, отсмотрах сортируются и выбираются, что вот это мы будем носить, а вот это нет. И вот эти уже цвета идут в производство тканей, которые потом пойдут на производство модных коллекций. Вот они, вершители модных судьб. Большое спасибо вам, что вы сегодня к нам пришли, поделились важной информацией. Я думаю, что мы теперь сможем разгрузить свой гардероб и его обновить. С огромным удовольствием мы этим займемся. Спасибо. Хорошего дня вам. Спасибо. Ну что ж, а мы продолжаем наш эфир. Наверняка после праздников у многих накопились пустые баночки. Как из них сделать модное украшение для дома, мы сейчас узнаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот говорят, деревья как люди. Значит, у них, как у людей, должны быть деревья братишки, сестришки, деревья тещи. Ты знаешь, теперь в парке всегда, когда буду гулять и смотреть на деревья, буду думать, кто передо мной, дерево бабушка или, может быть, дерево дедушка. У дедушки дерево добрые руки, большие, зеленые, добрые руки. Какая-то птица в руках суетится. Какая-то птица на плечи садится. Дедушка дерево славный такой. Белку качает большущей рукой. Жучище примчался, сел и качался. И все восхищался, все восхищался. Дедушка дерево пчел подхватил. И на ладони свои усадил. Друзья, к нам в гости пришел наш любимый гостик. Наш друг. Наш друг, да. Кого мы очень давно не видели. Алексей Журухин, путешественник. Доброе утро. Доброе утро. Алексей не только путешественник, он еще и блогер. Мы постоянно наблюдаем за его путешествиями. Звезда практически. Рассказывай же, где тебе удалось побывать, что увидеть, какие вершины преодолеть. За 2021 год, наверное, удалось посетить около 60, а то и больше процентов нашей страны. Многие регионы даже по несколько раз. И удалось получить премию «Звезда Дальнего Востока» из рук полпреда президента Трутнева. И за развитие, популяризацию Дальнего Востока. Потому что очень много поездок. Мы тебя поздравляем. Спасибо. Рассказывай же, мы сегодня гуляем по заповедникам, по паркам. Наблюдаем за разными животными. Где тебе удалось прикоснуться к дикой природе? Мы знаем, что ты видел медведя, встречался с ним. Летом прошлого года предложили съездить в Кавказский заповедник. Причем не по стандартам, какие-то туристические места, тропам, а по охранной тропе, куда могут попасть только работники заповедника. А нам от Минприроды предложили прогуляться там и посмотреть настоящую дикую природу. Причем именно там как раз обитают животные. Вот прямо в такой настоящей среде, да, не в клетках. Этот заповедник был создан для того, чтобы сохранить популяцию зубров. И там огромное количество живностей. То есть мы видели зубров, мы видели волков, одного волка и видели медведей. Регулярно нам попадались по пути. Очень круто, нет никакой связи там, потрясающей природы. А как же они действовали, когда диких зверей видят? На самом деле они больше боятся. Для них люди это непривычно. И они как только видят, то есть нужно наоборот, как раз, чтобы поближе подобраться. У меня куча фотографий интересных, куча видео. Как они как раз вот как только видят и что-то непонятно, они начинают убегать. В принципе, да, инстинкт самосохранения никуда не денешь. Где еще побывал? Что тебе лично запомнилось больше всего за этот год? Мне больше всего понравилось путешествие по Арктике и Дальнему Востоку. А чем? Там же бескрайние, по-моему, да, вотовые? Вот это, кажется, и манит как раз. Вот это колорит определенный, да, и совершенно другой уклад жизни, не тот, что у нас. То есть как они утепляются, каким образом там добивают себе пищу, как живут. То есть мы были на Ямале, на том же самом, жили у оленеводов, да, посмотрели их выгод, посмотрели, как они вот кочуют, как вот это все происходит. Я это все описывал в своем блоге. Очень крутая была поездка через всю страну на машинах из Москвы до Владивостока, куда мы вот ехали месяц и заезжали в классные места. Одно из самых крутых мест, наверное, это космодром Восточный. Вот я давно мечтал там побывать, и нам показали там монтажный цех, где собираются наши ракеты-носители «Союз». Вот это было очень приятно увидеть свою родную ракету вот на стапелях, которая буквально через неделю стартовала в космос и отвезла туда OneWeb, спутники OneWeb. Как удается преодолевать сложности? Вот в тебе масса энергии, Леш, я восхищаюсь. То есть, откуда ты ее берешь? Интересно, просто интересно. То есть, чем больше посещаешь, тем больше интересного хочется увидеть и хочется рассказать. Вот в этом, наверное, есть основная проблема, что я не просто путешественник, а еще и блогер, и мне хочется вот об этих всех моментах рассказать. И даже короткие какие-то поездки после них, бывает, пишешь месяцами об вот этих всех. То есть, хочется именно подробно рассказать своим читателям. Да, у меня сейчас около двух с половиной миллионов. Читателей на одном из блогов. И вот материалы сейчас уже выходят, если раньше там один в день, то сейчас около пяти в день, чтобы вот пытаться вот нагнать вот это все. Ну что ж, вот у Юлии Севера в ее заповеднике, так скажем, на ее ковчеге. Зверушки не дикие, только домашние. Мы полевуем синий, а вот мы снова отправимся в дикую природу. Всем привет! Приветствую вас на Ноевом ковчеге. Бездомным кошкам и собакам чрезвычайно сложно пережить холодное время года. Им приходится надеяться на свою удачу и на помощь людей. Как же помочь четвероногим в морозы? Давайте разбираться. Первое, что нужно сделать – покормить. Энергию для борьбы с холодом животные могут получить только из пищи. Лучше предложить бродяге горячую пищу. При горячем и сытном питании у кошек зимой отрастает подшерсток, оттого они становятся пушистее. Часто в приютах кладут в миску сухой корм и заливают его горячей питьевой водой. Следующий важный момент – создание укрытия. Не торопитесь выкидывать картонные коробки из-под бытовой техники. Можно оставить их там, где вы замечали бездомных животных. На дно коробки положите сено или старое одеяло. Кому-то из замерзающих животных такое мини-укрытие поможет пережить морозную ночь или вьюгу. Конечно, самый надежный вариант помощи бездомным животным – это волонтерские движения. Зимой приюты бывают переполнены, поэтому волонтеры будут только рады вашей помощи. Сфотографируйте животное, разместите пост у себя на страничке. Возможно, так вам удастся найти ему хозяина. Если животное уже истощено от холода и голода, возьмите его на временную передержку. Помогайте приютам. Корма, будки, лежанки – эти вещи никогда не бывают лишними. Берегите хвостатых. Пока! Друзья, напоминаем, что у нас в гостях Алексей Жирухин, и мы сегодня путешествуем по нашей необъятной родине. Еще раз доброе утро! И пока вы смотрели сюжет, мы выяснили, что бывает такое, когда путешественники могут даже свой транспорт потерять. Рассказывайте, что это за экстремальная ситуация. Есть так называемые зимники. Это дороги жизни на север. То есть это вообще единственный шанс добраться до каких-нибудь поселков. Это дороги, которые в зимнее и холодное время года возникают, которые специально прокладывают. Они, например, с конца декабря по начало апреля действуют. И если не успеть выехать за это время, то есть риск, то есть они превращаются, у меня есть пост даже про это, как зимники превращаются из дороги в болото. То есть зимой это такой хайвей, по которому можно иногда ехать 100 километров в час. Это может быть по руслу реки, либо по болотам, либо по озерам. Но приходит весна, начинает теплеть, и это все тает и превращается просто в жижу, грязь. И мы встречали... То есть тебе приходилось наблюдать даже, да? Да, да, да. Мы встречали на своем пути машины, которые с прошлого сезона не выехали, не успели выехать. Потому что самые дорогие рейсы как раз вот в конце сезона. Они обычно оплачиваются в 2-3 раза дороже. Но это риск, сам понимаете, большой. И бывает так, что по зимнику ехать это не один день, да? Бывает слишком... И ты не знаешь, что тебя ждет впереди. То есть выехал было холодно, резко потеплело. Завтра плюс 20 и все. Да, лед на реке треснул, ты уже вперед не можешь, назад уже тоже растаял, и все. И что делать? Ну, либо бросать машину, либо жить около нее до следующего сезона. Были ситуации, когда людей эвакуировали на вертолете, потому что они просто не могли физически добраться домой, а припасы уже исчезли. А там ловят? Как другие люди поняли, что вот этим нужна помощь? Все знают, кто выезжает на зимник. Соответственно, начинают бить в тревогу, когда понимают, что человек уже сколько-то дней не выходит на связь и не выходит с другой стороны. И поэтому начинают спасательную операцию. А куда тебе по зимнику приходилось путешествовать? По зимникам мы проехали Коми, республики Ненецкого автономного округа. Потом Якутия, Иркутская область, Хантамансисто автономный округ и на Ямале. То есть вот это все по зимнику. Зимники очень разные. Есть зимник, который через тайгу делается, он вообще по-другому. Есть зимники, которые через тундру. Тоже очень интересные зимники. Их специально делают выше уровня самой тундры, чтобы снег не набивался и не закрывал. И я также рассказываю и в своих сторисах, и в блоге, как эти зимники вообще делают. Тоже очень интересно. Их еще называют строительной фирмой Мороз Дурмаш. Креативно. Ну вот ты очень много повидал природных мест, заповедников. Наша природа, природа Самарской области, по сравнению с тем, что ты видел. На каком месте? Она выигрывает. Что у нас уникального как-то? Вот мне кажется, когда ты живешь, не так ценишь. Но мне всегда нравится возвращаться в Самару. Мне всегда нравится видеть Жигулевские горы. Причем у нас регион, в котором можно увидеть и горы, и степи. Очень красиво. Я сам, когда нахожусь в Самаре, регулярно выезжаю. И вот в этом году, кстати, летом очень много поездок сделаю по Самарской области. Где до этого ни разу не было. Например, там ездил в Ягодное. Увидел вот эти бескрайние просторы нашего водохранилища. Недавно тоже интересное место. Я ездил на границе Саратовской и Самарской области. На обратном пути увидел Куйбышевский канал, который строили еще при советской власти. И это такое недостроенное сооружение. Для меня это было настоящим открытием. Причем я до этого вообще ничего про него не слышал. Это канал, который был создан для орошения полей как раз степной зоны нашей области. И вот из 450 километров, которые планировали, построили только 150. Это я вот, значит, блогерство, ты начинаешь сам изучать, и становится интересно. И вот случайно, увидев вот этот канал, я думал, что это какое-то странное сооружение, которое не видел. В итоге проехал по нему всему. И когда писал пост, то прочитал, буквально, наверное, несколько дней изучал эти материалы все. И сделал интересный тоже контент. Потрясающе! Спасибо! Тебя всегда интересно слушать. Не хватает времени на наш разговор. Мы всегда ждем тебя в нашей студии. Да, очень рады видеть. Хороших путешествий! Спасибо, всегда рад приходить сюда. Спасибо. Ну что, друзья, мы прервемся совсем ненадолго, затем вернемся в нашу студию. Оставайтесь с нами. В эфире новости на канале Губерния в студии Сергей Сергеев. Здравствуйте! Начало рабочего года после новогодних каникул – это провокация депрессивного эпизода. Так это время характеризуют психологи. Постпраздничный синдром, в отличие от клинической депрессии, длится меньше двух недель. Чтобы пережить это состояние без вреда для здоровья, специалисты рекомендуют следовать ряду простых правил, каких выяснял Леонид Кошман. Студент Самарского университета Игорь Иванов в будущем хочет связать свою жизнь с конструированием авиационных двигателей. А сейчас работает поваром в кафе. Молодой человек, старший из троих детей в семье, сейчас как может помогает родителям. В новогодние праздники трудился по 10 часов в день. Счет шел на сотни блюд. Был наплыв людей большой, поэтому все люди хотели отдохнуть в праздничные дни. Много обязанностей появилось на наших плечах в эти дни. И в том числе надо было чистить кухню, потому что то и дело народу было много, было мало времени на это. Мы вечерами оставались, допоздна все это чистили, чтобы у нас чистота и порядок был в нашем рабочем месте. Собственно, на настоящей сессии я еще и студент, и как бы тяжело все это совмещать. Случай Игоря Иванова, когда человек не выпадает на 3 января из рабочего режима, все же нетипичен для нашей страны. По оценкам медиков, резкое увеличение уровня гормонов счастья, характерное для праздников. Серотонина, эндорфинов, дофамина, адреналина затем резко снижается. И это чревато последствиями как для физического, так и психологического состояния. Это большая нагрузка, это смена режима жизни. Мы ночью не спим, вот новогодние, например, праздники. Это очень тяжелый удар по организму, он просто не успевает адаптироваться. В норме должно быть так, чтобы мы из одного состояния в другое переходили не за счет рубильника, как свет включили-выключили, а плавненько. То есть потихонечку снижая нагрузку перед праздниками и потихонечку возвращая нагрузку к привычной после праздников. У жителей Самарской области есть свой рецепт возвращения в рабочий ритм. А если никуда не уходил в новогодние праздники и возвращаться нет необходимости? Не обязательно же там все новогодние праздники, не знаю, валяться в пьяном угаре или что-то, ибо с этим мне совместно это делать. Вот поэтому занимались спортом точно так же, учили там китайский язык. Как говорят у меня родители, кто как работает, то так и отдыхает. Но в первую очередь я считаю, что не надо уходить из себя, чтобы потом не приходить в себя. Поэтому все гармонично должно быть, спорт. У нас каждый день праздник, мы дома сидим, отдыхаем, каждый день гуляем. Мы же с ребенком, с маленьким. Как руки взяли и пошли работать. Самый распространенный совет для начала рабочего года – не бросаться в бой сразу, подойти к делам стратегически, например, составить список задач. В любом случае режим труда должен быть для вас комфортным. Леонид Кошман, Александр Дудко, Новости губернии. В Тольятти простились с боксером из Новосибирска, арестом с океаном. Спортсмен получил тяжелую травму 26 декабря на турнире «Короли нокаута». В финальном раунде он пропустил сильнейший удар от своего противника Игоря Семернина. После этого потерял сознание и был экстренно госпитализирован в реанимацию. Немножко пауза от бойцов. Поплыл, поплыл, поплыл. У ареста диагностировали отек мозга. Боец впал в кому, 12 дней его спасали врачи. Однако положительной динамики не было. Спортсмен ушел из жизни 7 января, не приходя в сознание. Всех приветствую. Сегодня 7 января умер арест с океаном. Хочу выразить свои искренние соболезнования родным и близким ареста. Мы все скорбим и разделяем вашу боль. Покойся с миром, Царствие Небесное. К сожалению, это не первый случай в профессиональном спорте. И мы должны понимать, что спортсмены с полной ответственностью и осознанием происходящего выходят на ринг. Именно эти профессиональные соревнования проводились в закрытом режиме, согласованные с Федерацией бокса России. Был соблюден весь установленный регламент. Николай Ренц поручил правовому и Департаменту и Управлению физической культуры и спорта обратиться в прокуратуру с целью проверить легитимность организации турнира. Об этом глава Тольятти написал в своем инстаграм-аккаунте. Цитата. Почему и на каком основании проводились эти соревнования? Ни с администрацией города, ни с нашим управлением физической культуры и спорта никто ничего не согласовывал, не обговаривал условия проведения мероприятия. Как был организован турнир, тоже неизвестно. Арест Саакян был мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою. Среди его достижений титулы чемпиона WBC Азия по боксу и чемпиона Сибири по ММА. Бойцу было 26 лет. Похоронят спортсмена в Армении. В Самаре с 10 января изменилась схема движения некоторых трамваев. Почти на три года для них закрыли улицу Галактионовскую. Это связано со строительством станции метро Театральная. Наш корреспондент Владимир Маркин побывал на месте проведения работы и узнал о том, как жители будут передвигаться в ближайшие три года. Стук колес эти рельсы не услышат на себе еще долго. До 31 декабря 2024 года. Именно в эту дату планируется открытие новой станции метро Театральная. Ко временным неудобствам жители просят отнестись с пониманием. Как пояснили в департаменте транспорта, трамвайные маршруты продуманы, поэтому люди смогут добираться в нужные и места без особых затруднений. Теперь трамваи будут курсировать по Арцебушевской. Обновленные пути для маршрутов номер 5, 20, 20К, 15, 22 индивидуальны, в соответствии с направлением следования. К слову, ограничение движения действует и для личного транспорта. Объездные пути для машин спецназначения, например, пожарных, полиции или скорой помощи, уже предусмотрены. Ну а на Галактионовской уже начались подготовительные работы к строительству станции. Здесь, на этом месте, на участке от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской, вот здесь, на этом месте, будет вестись строительство собственной станции открытым способом. Лучше станет, повторюсь, транспортное доступство в центральной части города. То есть у нас метро будет ходить не только до Алабинской, но и продлиться сюда до Театральной, а это и площадь Куйбышева, это и достаточно близко здесь Самарская площадь. Перекрытие участка улицы Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской – мера необходимая. Департамент транспорта Самары пояснил, что схема изменений временная. Специалисты проводят мониторинг пассажиропотока, чтобы определить наиболее комфортные маршруты для горожан и минимизировать неудобства. Для пассажиров, которые пользуются этими маршрутами, больших изменений не произойдет, потому что трасса трамвайная по Арцебургской всего лишь на 270 метров длиннее, чем по Галактионовской. По временному промежутку это будет стоять на одну, максимум две минуты. Я думаю, наши жители отнесутся с пониманием к данным неудобствам, потому что это все-таки делается для нас, для самарцев. Будет удобно, когда здесь будет новая станция метрополитена. Об изменениях в маршрутах пассажирам напоминают и в самом общественном транспорте, чтобы каждый смог скорректировать поездку. Уважаемые пассажиры, движение трамваев по Галактионовской закрыто. Будьте, пожалуйста, внимательны при выборе маршрута. Более подробную информацию о схемах движения и обновленных маршрутах можно узнать на сайте городской администрации, адрес которого вы видите на экране. Владимир Маркин, Роман Апарин, Новости губернии. В Самаре оборудуют купель на полевом спуске. Если толщина льда будет достаточной, об этом сообщили в городской администрации. Пока условия подходящие, но окончательные решения зависят от рекомендаций главного управления МЧС России по Самарской области. В планах подготовить и огородить прорубь, сделать деревянный настил и трап для спуска в воду. Также установят раздевалки, пункты обогрева и палатки, где желающие смогут выпить горячий чай. Повышенное внимание уделят мерам безопасности, в том числе соблюдению социальной дистанции. В любом случае, горожане смогут посетить купели при Самарских церквях. Окунуться можно будет у храма в честь святителя Спиридона Тремифунского, Казанской иконы Божьей Матери, святого преподобного Сергия Радонежского и архистратига Михаила. В Тольятти в ночь с 18 на 19 января Иордань появится на территории паркового комплекса истории техники имени Сахарова. Сегодня из печати вышел свежий номер газеты «Волжская коммуна». Вот лишь некоторые темы выпуска. Добиться неплохих показателей в минувшем году аграриям Самарской области помогла система господдержки. В губернии особое внимание уделяют развитию малых форм хозяйствования. А выполнение программы по комплексному развитию территорий повышает качество жизни на селе. Подробнее об этом читайте в новом номере. В Самарской области более 200 уникальных природных территорий. Это и места отдыха, где ежегодно бывают тысячи людей, и площадки для научных исследований. 11 января, в День заповедников и национальных парков, в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства, экологи рассказали, почему и как надо беречь памятники природы. Самарский программист Дмитрий Ишков путешествует по России и ходит за семь морей. Он уже побывал в 27 странах. Айтишник рассказал, как совмещать работу на удаленке и путешествия. Об этом и не только в новом выпуске Волжской коммуны уже сегодня. Больше новостей на нашем сайте «Сова.Инфо» и в информационном блоке «В полдень». У меня пока на этом все. До встречи. Всем доброго утра! С вами вновь ведущий Саша Байдачная и Максим Плагнюк. Сегодня гуляем по паркам, прокладываем маршруты по заповедникам и делимся самыми классными впечатлениями от прогулок. Я бы хотела побывать на Большом барьерном рифе. Это одно из семи чудес света и раз в жизни, конечно же, такое стоит увидеть. А мне больше нравится болото Пантанал в Бразилии. Они простираются на огромной площади, и там живет великое множество самых интересных животных. Например, гигантские муравьеды или вообще миллионы самых разных крокодилов. Да, им там очень нравится. Я не сомневаюсь, но в Бразилию в ближайшее время мы вряд ли попадем, но мы сильно не расстраиваемся. Ведь в Самарской области тоже есть на что посмотреть. Например, забраться на гору Стрельную и оттуда разглядывать Самарскую луку. А можно пойти к роднику на каменная чаша или, например, заглянуть в змеиный затон. Змеиный? Там много змей. Ну, знаешь, чтобы тебя напугать, хватит. Но для тех, кто змей не очень любит, ему лучше отправляться в зоопарк. А вот каким должен быть идеальный зоопарк, расскажут жители нашего города. На самом деле без животных, потому что я знаю, что там очень плохие условия содержания зверей. И вот. Я знаю одного старого медведя, там очень грустно. У него одна порванная шина, и он грустно живет. Я бы хотела, чтобы, наверное, его там не держали. Или дали бы прожить более спокойно. Хотелось бы, чтобы животные к ним относились по-хорошему. То есть, не как-то издевались над ними, чтобы они чувствовали себя вполне хорошо. Насколько я слышал, то, что сейчас законодательство РФ, оно приняло закон, по-моему, то, что зоопарки будут работать только с лицензией. Вот. И это, в принципе, правильное решение, потому что очень много количества зоопарков, которые не имеют никакие спецификации. И, соответственно, как бы, ну, не следят так, как нужно за животными. Зоопарк ухоженным – это однозначно, чтобы звери были сыты, довольны и ленивы. Вы знаете, я бы вообще не хотела видеть зоопарк. А у нас он есть разве? Ну, ничего себе. Как мало я знаю о своем городе, ну, наверное, профинансированном. Повольше животных разных. Если бы в нем можно было бы зайти, купить билеты, посмотреть на зверей, это было бы замечательно, я считаю. Друзья, снова доброе утро. Мы представляем вашему вниманию нашего гостя, наших гостей. Алексей Тирганов – орнитолог и его подопечный. Доброе утро. Познакомьте нас, пожалуйста, с этой птичкой. Это конюк семейства Ястребинах. Попал ко мне на лечение из центра Урса, с которыми я сотрудничаю. Эту птицу привезли из Самарской области. Она попала... То есть ее поразил удар током. Но на удивление, эта птица просто... Ее счастье, что она выжила. А как это может случиться? Они садятся на провода или как там? Да, они садятся обычно на провода. Бывает просто тупо садятся на сами провода. А порой садятся на столбы. То есть где вот стоит изолятор, и держатель изолятора, он заземлен. Вот. И когда птица, сидя на этом изоляторе, начинает перемещаться на это дальше, уходя с изолятора. Понятно. То есть одна лапа остается у нее на проводе, вторая перемещается на держатель изолятора. И получается поражение током. Есть ли кличка или имя? Как правильно подключится? Кличка у нее есть. Это Шериф. Шериф? Да. Какая судьба ждет Шерифа? Он отправится снова в дикую природу или все-таки останется в центре? Ну, мы сейчас надеемся, он у нас обратно вернется в природу. Он сейчас прошел курс лечения. Но осталась еще повторная диагностика, глистогон. Сейчас видно по птице то, что она еще... Она волнуется сейчас? Да, она немножко волнуется. Для нее это стресс, конечно. Ее принесли в совсем новое место. Не просто становиться телезвездой. А как проходит лечение? Есть ли какая-то реабилитация вообще для них? Да, я большей частью не несколько орнитолог, я занимаюсь реабилитацией. Ко мне поступают разные птицы. Но так как я небольшой... По своим силам я не могу сейчас содержать очень много птиц. Обычно у меня находится в доме там, ну, 2-3 птицы, самая большая. Вот. На данный момент у меня сейчас 2 птицы. Вот конюк и обычная галка с генетическим заболеванием. А сложно находить общий язык с птицами? Ведь она такая серьезная. Ну, да. У вас она спокойно сидит. Она спокойно сидит, да. Но взгляд грозный и... Ну, чтобы сейчас вот так вот птица сидела спокойно, это очень долгая работа. Вот. Хотя, да, он не редко сидит вот так вот на руке. Обноской. Это называется обнос. Когда птица сидит на руке. В большинстве он только... Я его беру в руки в те случаи, когда нужно дать ему лекарство. Вот. То есть есть специальная пеленка, которая одевается на птицу. Фиксируются крылья, лапы. И также с помощью этой пеленки проводится контрольный провес птицы. А давно он у вас? Он? Да. Он у меня уже второй месяц. Второй месяц. За это время какой-то контакт установился. То есть вы можете сказать, что он привык, не знаю, стал вашим другом, может быть? Какие-то, может быть, казусы случались? Казусы случались у нас очень много. Какие? Интересно. Тащил что-нибудь на вас быть? Нет, он сидит просто... Не просто он по дому перемещается. Они находятся в специальных боксах. Вот. То есть для того, чтобы птица во время лечения не могла травмировать себя. Ну и плюс тому, у меня еще кошки дома. Кошки, собаки. Собака. Предлагаю немножко отвлечься. Постоять на гвоздях вместе с Таней Пициной. Это помогает собранности. Я думаю, она нам понадобится, чтобы выхаживать птиц. Свечи, аромат благовоний и полная тишина. К стоянию на гвоздях надо подготовиться. И это не про физическое состояние организма. На первом месте – душа. Остаться наедине с самим собой. Копнуть в самую глубь и найти ответ на главный вопрос. У каждого он свой. Я человек как бы всегда, ну думаю, что там сильный, все хорошо. И сразу же сняла носки, думаю, ну что такое гвозди? Я же вообще, для меня это нормально. Не смогла. Не встала. То есть все у меня тут вообще рухнуло. Моя там подсознательность. Думаю, как я так не смогла. В результате мы первые, даже не первые, мы, наверное, раза четыре. У меня уже много было практик с Лерой. Они стояли через, так скажем, тряпочку, подстилочку, либо в носочках. Но это на самом деле, она дает себе не то, что тебе не больно, а это просто подсознание. Ты работаешь со своим подсознанием. Через тело человек получает опыт, на основании которого возникают новые модели поведения. Но самая очевидная польза – стимуляция кровотока и лимфотока в застоявшихся тканях. На стопах находятся тысячи нервных окончаний, которые передают сигналы в мозг. Сейчас такая инновация, такая мода. Мы постояли 40 минут, мы постояли час. Тут не про время, тут про работу. Потому что работа – это есть результат. Постоять я могу час, ну а какой толк? Ну а, как правило, самая мощная энергия, которая идет от гвоздей – 35 минут. Потом уже идет тихание, и потом мы уже просто стоим. Как энергия циркулирует по нашему телу. Гвозди могут быть вбиты на разном расстоянии. Чем больше, тем сложнее. Один, два с половиной сантиметра друг от друга. Важен и материал. Сталь, медь. Самые распространенные – оцинкованные. Не должны гнуться и шататься. Прочно крепиться к деревянной основе. Нюансов много. Чем просить другого, лучше сделать самому. Три недели мы разрабатывали доски. Это более 20 выкинутых штук, потому что я всегда за качество. Я за честность, я за правду. Мой муж, он еще творческий человек, и продумываю эту технологию, разрабатываю ее на компьютере, работаю со станком более трех недель. Мы пришли к идеальным гвоздям – гвозди, которые не шатаются, которые не ломаются. Важно помнить о безопасности. Есть противопоказания. В первую очередь, сильные эмоциональные потрясения, стрессовые ситуации. Гвоздестояние не должно стать проверкой силы воли. Только максимальное расслабление в процессе и поток энергии на выходе. Татьяна Пецина, Александр Дудко. Программа «Утро губернии». Мы продолжаем общаться с орнитологом Алексеем Терганом и наблюдать за шерифом. Напоминаем, что это птица. Конюк. Конюк, да, порода. Семейство ястребов. Семейство, простите, ястребов. Какая самая редкая птица попадалась к вам в руки? Самая редкая? Необычная, может быть. Знаете, для меня нет таких птиц редких или необычных. В нашем регионе существует много разных птиц. Та же, как вот конюк, ястребы-перепелятники, тетеревятник, чеглаки, пустельга, орлан-белохвост, могильник. Это все были у вас? Нет, это то, что... Есть вообще. Птица, которая у нас обитает? Да, в наших краях. Тогда спросим так. С кем сложнее всего было из ваших подопечных? С кем сложнее? Это был сокол-чеглок. Он, наверное, побольше будет? Нет, он поменьше, но... Вся вещь в том, что у него была травма локтевого сустава. То есть коленного сустава. И проблема не в том, что... Вот с птицей заниматься, там вот от лечения, все. Вся проблема в том, что у птицы был артрит коленного сустава, и он поразил... Ну, это была травма. После чего развился артрит, вот. Многие врачи говорили ему буквально жить, ну, день-два. Так. И вы спасли? Он прожил у меня три года. Браво! Вот. Аплодируем вам. Да. Ну, правда, да, там свои нюансы были с ним заниматься. А расскажите нам, всем интересующимся, где в Самарской области лучше всего наблюдать за птицами? Нужно ли их подкармливать зимой? Либо все-таки этого делать не стоит? Самое лучшее наблюдать – это в Самарской луке. Угу. Так. То есть у них там специально существуют маршруты. Угу. И существует гид, который проводит по тем местам, где можно встретить тех же самых, что вот, кунюка, чеглака, вот, сову любую, например, болотную, ушастую. Вот. Или ту же самую же сипуху. Угу. Вот краснокнижная птица – сипуха. Кроме совы никого не видела. Даже стало интересно. У нас же вот в Самарской области существуют ушастые совы, болотные совы. Вот тоже был случай, у меня поступало на лечение болотной совы со сложным переломом, оскольчатым переломом крыла. Угу. Вот. Крыло удалось сохранить, но птица не выпускная уже после этого. Если мы пошли гулять и наткнулись вот на какую-то птицу с явной травмой, как действовать? Что нужно делать? Куда звонить? И какая-то первая помощь там, что-то существует? Понятие. Или не трогать? Или лучше не трогать. Существует первая помощь. То есть можно просто, если это лето, взять, снять просто тупо майку, смотря какая птица. Угу. Если вот на вроде такой крупной птицы, да, это нужно там майку, куртку. Угу. Вот. Постараться отвлечь внимание птицы спереди, сзади ее накрыть. Угу. И всегда опасаться вот этой части лап. Угу. Вот. Просто у них, у всех очень острые когти. Вот. Вот такая, вроде бы смотреть, ну что, тоненькие лапочки такие. Но в этих лапах очень колоссальная мощь. Угу. А как, а кого он может поднять? Хомячка там, вот, кролика? Он может и кошку поднять. И утащить. Ну уж. Ну кошке это явно не понравится. Да, кошке это явно не понравится. Ну, напасть вы можете на кошку. Скажи, вот мы в охапку накрыли и потом вызываем уже помощь, да? Чтобы он никуда не делался. Для этого? Ну, во-первых, вот вы взяли. Единственный у нас, кто может в Самаре оказать первую медицинскую помощь, это на Фадеева. Угу. То есть там у нас существует врач общей практики. И Фадеева это государственная ветклиника. Ага. Вот. Ну что ж, мы тогда всех зрителей призываем не быть равнодушными. Если вы потравились на прогулки и увидели птицу, давайте не будем их бросать, будем их спасать. Как наш гость-герой. Алексей, большое вам спасибо, что вы сегодня пришли к нам в студию, познакомили нас с шерифом. Поддерживались опытом. Нам было очень интересно. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Ну, а мы прямо сейчас отправляемся на выставку вместе с Мариной Барковой, возможно, и там какую редкую птицу увидим. Архитектор и график Павел Старостин в Морозную Самару прибыл из Крыма. По хорошей новогодней традиции домой в семью он возвратился не с пустыми руками. Новая тема в творчестве художника – графические пейзажи. Известный в России мастер карандашного портрета признается – так заболел заповедным полуостровом, что как мальчишка увлекся графическими зарисовками. Я эту выставку не планировал. Вот эта графика крымская, да, это у меня побочный эффект от любования Крымом. Там каждое место дышит прекрасно, и у меня, естественно, желание возникает рисовать там. Я постоянно зарисовки эти делаю. Так совпало, что открытие Вернисажа пришлось на день рождения художника. Посмотреть на его творческий прорыв пришли не только самые близкие, но и давние друзья. Человек, которого я знаю много лет, в общем, с молодости, со школы, можно сказать, в том, с института артистурного. И, конечно, как уже действующий архитектор. Вот те работы, которые вы видите сегодня, это привычная для него техника и привычная тема, или это что-то новенькое вы открываете в своем старом друге? Ну, это новое совершенно для меня. Он уходит в цвет, а может быть, он тут что-то интересное для себя откроет. Это новое совершенно. Уйти от карандаша, в чисто графические работы такие, прям практически пером тонким, как бы прорисованы все, вот они очень чистые. Как-то заново давать училась в Крыму, увидела с необычных сторон этот взгляд на Крым. Павел Старостин – профессиональный архитектор. В Крым попал не случайно, по деловой командировке. Я проектировал, концептуальные работы делал, концепции. И за год удалось там определенное количество сделать. Но потом я решил, что хватит достаточно, я уволился. Теперь я вот уже полгода живу в Крыму, путешествую, знакомлюсь с людьми, танцую, плаваю. Ну, то есть я… А где вы живете? Я сейчас живу в новом свете. Уже полгода Павел Старостин путешествует по Крыму как свободный художник. Зарабатывает написанием портретов на заказ. Карандашными портретами он увлекся лет пять назад, живя в Москве. За спиной у художника несколько персональных выставок. Как он чутко, тонко улавливает и передает основное. Это очень здорово, это очень завораживает. Это я… Вы любите сами рисовать? Нет, не умею. Я не умею рисовать, но меня это очень восхищает, очень тронуло. Мне очень нравится. С художником давно знаком? Да, я периодически слежу за его творчеством, когда он был здесь, в Москве, в Крыму. Выставка «Крым. Тет-а-тет» открыта до конца января. Вход свободный. Марина Баркова, Сергей Костин. Утро губернии. На этом все. И намечайте на грядущие выходные обязательно поход в «Жигули», ну и хотя бы в парке, чтобы зарядиться бодростью. А с вами были утренние ведущие Максим Полагнюк. И Саша Байдачна. До встречи. Пока-пока-пока. Кстати, я вчера в парке видела белочку. И ты знаешь, она куда-то так быстро умчалась, была такая напуганная. А-а-а. Это, наверное, та самая белка, за которой я гнался на лыжах. Кстати, чуть очень симпатичную девушку не сбил. Эта девушка я была. Еще раз так сделаешь, лыжи переломаю. Оу, полегче.